Канун Рождества – самое светлое, радостное и чудесное время. Ознаменован праздник народными и религиозными традициями. Наряженная ель, рождественские подарки – всё это предшествовало празднику рождения Христа. Расхаживая по домам, было принято петь калятки, восславляя великую радость. Калятки рождественские были полностью связаны с Рождеством Христовым. То есть посвящалось полностью всё тексту о Вифилиеме, о вертепе, о пещере, в которой младенец родился, и о Богородице, которая его повила. И это было такое счастливое песнопение. Те, к кому приходили гости, должны были угостить ряженых. Таким образом, калядующие собирали пожертвования на храм. Часть собранного иногда оставляли и себе. Эта традиция, в отличие от других, осталась преданной своему празднику. Наряженная ель и подарки – атрибуты сегодняшнего Нового года когда-то тоже относились к празднованию Рождества. Первую елку в России нарядили санкт-петербургские немцы в 40-х годах 19 века. От них этот обычай переняли сперва горожане, а позже и жители деревень. К концу 19 века елочку на Рождество ставили уже почти в каждом русском доме. Но религиозного символа в этом ритуале не было. Чего нельзя сказать о подарках. Всем известный сегодня Дед Мороз. Это прототип православного святого. Святой Николай, великий святой православной церкви, однажды положил на окошко трём сиротам, которые жили с папой, три мешка с золотом. Зачем? Папа хотел их отдать замуж за нехороших людей. Только они были богатые, поэтому он считал, что таким образом они могут выйти из бедности. Святой Николай, значит, каждому из этих дочерей подарил мешочек с золотом, чтобы они достойно вышли замуж за хороших людей. С тех пор эта традиция была, приписывалась святому Николаю, что он накануне всех этих праздников дарит детям подарки. Дедом Морозом святой стал в советское время. Отрицая религию, искоренить устоявшиеся традиции власть не могла. Оставалось лишь придать им другое значение. Так святой Николай стал бородатым волшебником с посохом. История гласит, что в СССР был провозглашен атеизм, как часть государственной идеологии. Однако, несмотря на гонения вера в Бога, жила, выживали и православные традиции. Ходили, посевали пшеница, рожь, ячмень, проса. Да, вот это. Ходили, посевали и распивали колядкой разной. В рождество дети ходят, компот носили. На Украине называется узвар с сухофруктов. Значит, мама в горшок насыпает кутю в кошелку плетеную и несешь. В первую очередь кому? Крестному отцу, крестной маме, потом бабушкам, потом тетям, дядям, родственникам. И все ударивают. На вопрос, верите ли вы в Бога, Виктор Иванович отвечает, скорее нет, чем да. Говорит, когда был маленьким, родители не были религиозны. Самые яркие свои воспоминания о рождественских традициях ветеран относит к довоенному времени, недалеко ушедшему от верующего поколения. В военные годы на его памяти, конечно, открыто не молились, но в сердце вера оставалась у многих. Всякие были. Ну, большинство, я вам скажу, верили. Сам Виктор Иванович не причислять себя к православным вовсе не может. Его потомки все, вплоть до правнуков, ветерану почти 90 лет, остаются крещеными. Этот церковный обряд младенцем прошел и он, наверное, по настоянию верующей бабушки. К тому же рожден Виктор Иванович в великий православный праздник – покров Пресвятой Богородицы. Повидав немало во время войны, ветеран убежден, именно рождение в такой день стало его жизненной удачей. Виктор Иванович верит, кто-то свыше оберегает его. В доказательства ветеран рассказывает череду случаев, в которых чудом остался жив. И прямо под ногами, да, еще в Австрии был случай, тоже под ногами разорвался снаряд. Вот так, как до вас. Ни одной царапины. Какая-то сила есть. Церковные служители считают, распространение атеизма в СССР прервало преемственность поколений, когда вера и традиции передавались из уст в уста от родителей к детям. Сегодня церковь и сами люди стараются возродить утерянное наследие. Примером тому акция «Рождественский вертеп» в центре столицы, где не только дети узнавали, кто такой Иисус Христос, но и взрослые вспоминали, как верили в рождественское чудо. В детстве мы ходили на колядки, ходили по домам. Это было очень интересное и веселое время, которое запомнилось до сих пор. Получали, конечно, подарки, и все. Люди были довольны, потому что это все было именно как в сказке какой-то происходило. Сейчас рождественское чудо, что народ начинает понимать, что это не просто сказали Рождество и все, а что понимает, что это пришел Христос в мир, чтобы спасти народ. Символ спасения народа сегодня имеет и праздник – крещение Господня. В переводе с греческого «крещение» означает «погружение». Еще до возникновения христианства Иоанн Креститель, окуная иудеев в реку Иордан, омывал их от грехов. Христос вошел в Иордан, чтобы принять на себя все грехи людей, оставленные в воде. Сегодняшняя традиция погружаться в купель – своего рода дань памяти этому событию. Я не отрицаю духовную сторону этого и целебную. Так что я каждый год окунаюсь, уже на протяжении долгих лет. Обряд должен сопровождаться исповедью и искренней верой, иначе купание в крещении станет обычным закаливанием организма. Мы верим в этот день, в эту воду, в Господа верим. И стараемся не пропускать этот день никогда, потому что это заряд на целый год. Я считаю так, что окунаешься в эту освященную воду, в этот день, все болезни получают стресс, уходят, человек целый год себя чувствует хорошо, здоровым. Обязателем к исполнению этот обряд церковь не считает. Это должно быть желанием каждого. Считается, что после купания в реке происходит соединение человека с благодатью святой воды. Верят и в то, что купание избавляет от болезней в течение всего года. Наталья Цыку, Тимофей Чикан, Олег Коваленко. Точка отчета.